Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Иисуса Новина. И сегодня мы будем читать четвертую главу этой книги. Здесь следующие темы. «Двенадцать камней со дна Иордана, и Иисус ставит двенадцать камней в Галгалии». И мы читаем с первого стиха и ниже. «Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу, «Возьмите себе из народа двенадцать человек по одному человеку из колена, и дайте им повеление и скажите, возьмите себе отсюда из середины Иордана, где стояли долги священников, неподвижно двенадцать камней, и перенесите их с собою и положите их на ночлег, где будете ночевать в эту ночь». Эти двенадцать камней становятся как бы двенадцатью памятниками для каждого колена в отдельности, о том, что Иордан раступился так, что можно было с дна реки взять вот эти камни. А как распознать, камень взят с дна реки или же он там с берега взят? На самом деле, те камни, которые лежат в этих проточных реках, а здесь достаточно такой стремительный проток, они все отшлифованы. И они с годами принимают такую форму, отшлифованы со всех сторон. И каждый мог понять, что этот камень долго лежал там в подвижной реке или в каком-то ручеке. «Иисус призвал двенадцать человек, которых назначило сынов Израилевых, по одному человеку из колена, и сказал им Иисус, пойдите перед ковчегом Господа Бога вашего в Средину Иордана и возьмите оттуда и положите на плечо свое каждый по одному камню по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас лежащим всегда знамением, то есть неким таким памятником. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажете им в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа всей земли, когда он проходил через Иордан. Тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут у вас для сынов Израилевых памятником навек». Далее. «И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус, взяли двенадцать камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег и положили их там. И другие двенадцать камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, Невших, Ковчег, завета Господня, они там до сего дня». А вот эти камни, которые Иисус приказал поставить посреди Иордана, они были как раз суши, то есть они не имели такую же гладкую форму, как камни, взятые со дна реки. «Священники, Невший, Ковчег, завета Господня, стояли среди Иордана, доколе не окончено было Иисусом все, что Господь повелел Иисусу сказать народу. Так как завещал Моисей Иисусу, а народ между тем поспешно переходил». То есть народ переходит, Иисус предлагает им наставление. «Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и Ковчег, завета Господня, и священники перед народом, и сыны Рувима, и сыны Гада, и половина колена Монасина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорила Моисей. Около 40 тысяч вооруженных на брань перешло перед Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться». Мы видим, что сыны Рувима, и Гада, и полка Алина Монасина, они исполнили то, что обещали Моисею. «В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля, и стали бояться Его, как боялись Моисея во все дни жизни Его. Моисей их провел сквозь море, а Иисус Новин проводит их сквозь реку. И то, и другое событие было одинаково чудесное». 15 стих. «И сказал Господь Иисусу, говоря, «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Ордана». Иисус приказал священникам и сказал, «Выйдите из Ордана». И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Ордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Ордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих». То есть это был такой момент во времени, когда Ордан разливался выше всех берегов своих. Казалось бы, а на каком основании Иисус приказывает священникам? Иисус Навин. На том основании, что Он как царь, как светский правитель, как военачальник? Нет, Он действует как пророк. Мы видим, что Он на прямом контакте с Богом все время. Далее. Говорится о том, как Иисус ставит 12 камней в Галгали. «И вышел народ из Ордана в 10-й день 1-го месяца и поставил стан в Галгали на восточной стороне Иерихона». То есть они приближаются к этому городу. «И 12 камней, которые взяли они из Ордана, Иисус поставил в Галгали. И сказал сынам Израилевым, когда спросят в последующие времена сыны ваших, отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим, Израиль перешел через Ордан по суше. Ибо Господь Бог ваш иссушил воды Ордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, то есть с Красным морем, которое иссушил. Господь Бог ваш перед нами, доколе мы не перешли его». То есть одно чудо подобно другому. «Дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Вот сегодня мы познаем с вами, что было такое событие, и это вдыхает уверенность в наши сердца, что действительно рука Господня сильна, и мы испытываем страх Божий перед таким могуществом Творца, а страх Божий, как известно, является началом премудрости. Итак, сегодня мы с вами сделали обзор четвертой главы. В следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы будем читать пятую главу этой книги. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok